Резонансная тема пошнега часа у Беларуси – ДТЗ с уделом маршрутных такси. Дренные умовы на дворья разом с человечей бестурботностью приводят до трагедии, цена яких человечая життя. В связи с этим, сотрудники Держаута инспекции проводят профилактические мероприемства для водителей маршрутных такси и владельников автопарков. На одной из таких встреч побывала Ганна Каральчук. Випадок, який ошеломил всю краину, здарение с уделом маршрутки в Воложинском районе. У его вынику два человека загинули, 14 опынулись в больнице. Водитель на той момент уже умел свыше 100 протоколов за порушения. У нашей области зараз ситуация лепш. Загинувших у ДТЗ с маршрутными такси нема, але порушения региструются. У нас на территории области совершено 5 ДТЗ с участием маршрутных такси, в которых 5 человек получили телесное повреждение. Три ДТП произошли непосредственно в городе Гомеле, два – в Гомельской области. В прошлом году не было ДТП, в этом уже 5, а год еще не закончилось. То есть водители пренебрегают правилами дорожного движения. Самое распространенное нарушение – это превышение установленной скорости движения, это нарушение правил маневрирования, то есть перестроения. Также это нарушение правил перевозки пассажиров. А кроме того, водители размовляют по телефоне под час руху и проезжают на червоный сигнал светлофора. У третий выпадка об порушениях заявляют сами пассажиры маршруток. Некоторые наватробят фотоспидометра и отправляют у ДАИ. По всех фактах проводятся проверки, однако головная при этом не наказать порушальника, а захавать безопасность пассажиров. Например, чтобы обратить внимание водителей на проблему детского травматизма, областное управление ДАИ в другой раз проводит акцию «Фликер за месту проездного». Под час восемьских каникулов с 29-го кастричника по 7-го листопада в учених початковых классов смогут бесплатно ездить в городских маршрутках. Для этого юным пассажирам нужно предъявить водителю «Фликер». Такую инициативу региональной ДАИ одноголосно поддержали перевозчики. «Кратковременно, вроде как на период каникул, но в целом оно будет стимулировать в дальнейшем на то, чтобы ребенок привыкал к ношению фликера. А фликер, естественно, в темное время суток, особенно, как здесь ГАИ отмещало, когда сезон дождей, мы не в Вьетнаме, но тем не менее у нас тоже видимость плохая. Сливаются, незаметны люди. С одной стороны экономия, с другой стороны даже есть на эти сэкономленные деньги, они могут купить этот фликер». До речи, такую акцию проводят только у Гомеле. Ее мета – нагадать про важность выкоростания фликеров в темный час суток. Лана Корольчук, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель».